Доход от макаронов на 100 триллионов. Судебные приставы арестовали счета актива по иску об изъятии активов МАКФ, в частности, счета родственников Черябинского экс-губернатора Юревича и бывшего депутата Госдумы Белоусова, как пишет та, со ссылкой на приставов на общую сумму почти в 100 триллионов рублей. А это три бюджета России. Как появилась такая цифра? И это не опечатка, как сообщает СМИ, сумма обеспечительных мер в несколько раз превышает объем бюджета Российской Федерации. О макаронах на 100 триллионов Андрей Ромашков. Гигантскую, баснословную и, может быть, даже гротескную сумму обеспечительных мер по иску генпрокуратуры к бенефициарам МАКФ называет ТАСС. По данным агентства, арест наложен на имущество стоимостью 100 триллионов рублей. Для иллюстрации масштаба это примерно 1 триллион долларов, то есть капитализация Тесла, совокупное состояние шестерых богатейших людей планеты, по данным Блумберг, или 3-4 расходных части бюджета России. На озвученную сумму можно купить около 2 триллионов пачек макарон-спиралек той самой МАКФы, которые в сухом виде будут сопоставимы по массе с совокупным весом всех людей на Земле, а в вареном могут решить проблему глобального голода на десятилетия вперед и еще на добавку останется. Что можно сказать о такой цифре? Комментирует адвокат Андрей Гольцблат. Мы не знаем, как они считали, поэтому очень сложно сказать, откуда вообще появилась эта цифра 100 триллионов рублей, поэтому говорить о том, что этот иск имеет под собой реальное экономическое обоснование, сложно. Приставы арестовали то, что им сказали арестовать, а поскольку речь идет об активах, а не о наличных деньгах на счетах в банках, то как оценивали, какая оценка этих активов, там макаронный завод сколько может стоить у нас? Ну 200 триллионов, правильно? Ну и все. С другой стороны, ведь по процессуальному законодательству заявить можно любое требование и любую сумму, другое дело примет ли суд к рассмотрению этот иск и удовлетворится ли суд теми расчетами, которые будут предоставлены в обосновании стоимости активов и соответственно искового заявления на 100 триллионов рублей. Подать-то можно заявить и 200 триллионов, но это фантастика, конечно. Всех с 1 апреля, сегодня великолепная погода, едем дальше. Обеспечительные меры наложены в рамках иска о передаче МАКФы и ряда других активов в собственность государства. Как писал РБК, ответчиками числятся 34 российских и иностранных компаний и 12 физлиц, в том числе конечные бенефицары МАКФы, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники и деловые партнеры. По версии обвинения, предприятия имеют коррупционное происхождение, поскольку Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти. Оба давно объявлены в розыск в России и проживают за границей. Оправдана ли цифра в постановлении, озвученная ТАСС, если совокупная стоимость имущества ответчиков едва ли дотянет даже до 1% суммы? Впечатлен партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров. В 100 триллионов! Я не знаю, можно ли заработать столько на производстве макарон? Может быть, они решили как-то с запасом на всякий случай арестовать сразу 3 бюджета Российской Федерации. Может быть, пристав опечатался. Наверное, таких цифр не слишком часто ими оперируют. Конечно, когда мы берем под одну гребенку, а давайте вот всех, у кого там есть, арестуем каких-то, может быть, случайных бизнес-партнеров, у родственников и прочее-прочее, понятно, что ощущение, наверное, справедливости, оно может быть нарушено. С другой стороны, ну а в чем тут новость? Если брать практику, несколько лет уже прошло, были такие сенаторы Арашукова, и их обвинили в том, что они воровали газ там как-то у Газпрома, что такое. Для меня там примечательным с точки зрения вот этих всех активов был факт, что недвижимость, которую им приписали, была оформлена на какого-то там человека, который, насколько я понимаю, юридически вообще никакого отношения к ним не имел. И прокуратура все арестовала. Сказать, что что-то удивительное, переворот практики, да нет. Ну вот там же есть в статье, что он с 16-го года не живет в России. Все, не живешь в России, зачем тебе в России активы? На фоне постоянных заявлений о том, что глубоко вообще нужно уважать право собственного. Это незыблемая вообще скрепа. Бизнес-ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и Федеральную службу судебных приставов с просьбой подтвердить или опровергнуть сообщение о 100-триллионных обеспечительных мерах и разъяснить подход обвинения. На момент записи материала оперативный ответ получить не удалось. В пресс-службу МАХФе на выходных отказались комментировать Forbes публикации об иске, сославшись на режим информационной тишины.